Акцент на страх Божий в этом месяце мы делаем на страх Божий, который исходит из внутренности человека. Мы вообще как люди, хотя мы как верующие, мы понимаем, что мы должны быть не только люди внешние, но мы должны больше развивать себя, как духовное существо. Но проще всего нам воспринимать все по-внешнему. Это очень легко, это очень просто, мы к этому привыкли всю жизнь, и так живут все остальные вокруг нас, поэтому это очень легко. Но приходя к Богу, Иисус всегда делает акцент на то, что вы духовный, вы духовный, развивайте себя духовно, сделайте ваше духовное существо больше, выше физического, материального, внешнего существа. Почему я это говорю? Потому что, когда мы говорим о страхе Божьем, первое, что приходит к нам, это опять внешнее восприятие страха Божия. Но Бог хочет, чтобы и внешнее, и внутреннее, чтобы они шли вместе. Вообще, Бог хочет, чтобы внешнее строилось на основании внутренней. Что это значит? Если человек будет проявлять какой-либо знак страха Божьего наружно, и если у него не будет основания, внутреннего основания для этого, на самом деле у того человека нет страха Божьего. И любое проявление страха Божьего должен помогать нам строить внутренний страх Божий. Потому что, когда мы не будем в контроле, что я имею в виду, когда мы не будем в контроле, когда наше постсознание найдет выход, он будет видавать то, что у него внутри. Если, допустим, мне зададут какой-либо вопрос, если я в контроле, если я внимательно, я буду говорить то, что я считаю правильным, я буду говорить то, что будет поднимать мою репутацию, я буду зачинять что-то умное, потому что я не хочу выглядеть глупым. Но когда я уже не в контроле, будет исходить из моего сердца то, что есть там на самом деле. Почему гнев показывает то, что есть внутри человека? Потому что гнев, это уже идет по сознательной, то, что накопилось. Вот это непрощение, вот это обиды, которые мы до конца не вылечили, которые мы до конца не убрали. И когда нас сына обиделись, и когда мы дали выход в гнев, мы начинаем говорить страшные вещи, которые мы самому не можем поверить, что это я такое сказал. И когда идет разбирательство, и ты говоришь, он говорит такое, он говорит такое, я такого не сказал. Человек насколько уверен, что он такого не сказал. Но на самом деле он так говорил. Потому что, почему он говорил, что я такого не сказал? Потому что он сейчас в сознании, он сейчас в контроле, он сейчас хочет выглядеть хорошо, он сейчас знает правильный ответ. Поэтому он говорит, я обычно говорю, я такого не мог сказать, я такого не мог сказать. «Успокойся, брат, успокойся, брат, успокойся, сестра». Поэтому Иисус учит нас обращать должное внимание на то, что есть внутри нас, чтобы мы могли выстоять в день злой. чтобы что бы ни случилось. Даже если со сна нас разбудили, чтобы суд нашей жизни остался страхом Божьим. чтобы страх Божий пропитался в нас до мозга в костей, да, мы говорим, или? Чтобы мы проявляли страх Божий не только как внешность, но чтобы страх Божий действительно был суд нашей жизни. Основное место Писания мы будем брать от Евангелия Матвея 15 глава 19 стих. Матвей 15, 19 стих. Это где Иисус говорит, что не то, что входит в человека, а сменяет его, но то, что выходит из него. Матвей 15, 11. Матвей 15, 11. Не то, что входит в уста, а сменяет человека, но то, что выходит из уст, а сменяет человека. Это Иисус говорил всем. А потом ученики пришли к Иисусу, потому что Иисус говорил всем, и это было непонятно, это было не первый раз, когда Иисус что-то говорил, который не понимает. И потом в Библии мы видели, что часто так Иисус поступает, что Он говорит всем притчами, а ученикам Он рассъясняет. И вот, Он говорил это, и не понимали. Ученики в том случае не понимали, как, что это такое. Как не то, что входит, а сменяет человека, а что выходит. Что выходит то, что входит. Если рассуждать по-человечески, но слава Богу, они были учениками Иисуса Христа, они имели доступ к Нему, и они подошли к Нему, говорю Иисус опять, пожалуйста, что это такое, объясни нам. И Иисус говорит им, в 16 стихе, неужели и вы еще не разумеете, в 17 стихе, еще ли не понимаете, что все входящее в уста приходит в шевр и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, это осверняет человека, ибо из сердца исходят злые помышления, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление и так далее. Много лет, мне самому было непонятно это местописание, потому что я была верующая, и я была уверена, что я ничего общего не имела с убийством. Я была уверена, что что бы ни случилось, я бы никогда в жизни никого не убила. Я у меня так была неплохой самооценку, я так хорошо думала о себе, что и прелюбодеяния, в принципе, не должно быть, и кражи, ну, из чего я буду лжесвидетельствовать и так далее. И так много лет я не поняла это местописание. Точно как Иисус, тоже в другом местописании говорит, что кто скажет на своего брата рака, ну, виновен в убийстве. И ты просто начинаешь просто, ну, либо смеяться, либо неумение просто, недоумение. Почему? Сколько раз мы говорим, ну, рака это, сколько раз мы говорим, что ты глупой говоришь, ты глупой, ты, ты, ну, я не знаю, эти выражения хорошо, но сколько раз мы, ну, пускаем людей, и вот эти синонимы слова, что ты что, ты это самое, как ты говоришь, как это самое, и мы вообще не связываем это с убийством. Для нас убийство вот, убило. А для Иисуса убийство, это когда ты уже словами убиваешь человека. вот почему Иисус говорит, что кто посмотрит, это вот уже я не поняла, что кто посмотрит на женщину вожделением, уже прелюбодействие, как? Ну, что это такое? Мужчине, вы со мной? Представьте, что, ну, сколько прелюбодеяний, тогда в день, считайте сами. Срак Божий, которое основанное на суть, на внутренности человека. Оказывается, что для Иисуса то, что мы совершаем, это уже было совершено давно-давно. И оказывается, что для Иисуса то, как мы живем каждый день, те действия, которые мы делаем каждый день, и те слова, которые мы делаем каждый день, определяют нашу судьбу. оказывается, что стандарт требования Иисуса Христа, оно очень высокое. Если я не хочу завтра совершать убийство, я должна сегодня следить за те слова, которые я говорю. А как мне следить за те слова, которые я говорю, если я не буду управлять моими мыслями? Часто мы думаем плохо о человеке, мы думаем, как сказать, мы больше думаем плохо о человеке, чем мы говорим об этом. Поэтому, когда мы уже говорим, что он плохой, когда мы уже говорим, что он никакой, это значит, мы больше раз, много раз уже допустили эти мысли. и эти мысли уже гуляли, эти мысли уже пропитали нас. Наш разум, наш мозг не создан Богом для злых помыслов. Если человек плохой, пусть он будет себе плохой. Почему еще? Я буду думать об этом, и я буду освергнять свое сердце. Что отличает нас, как верующие? Отличает нас тем, что мы каждый день управляем себе. Мы смотрим на состояние сердца каждый день. мы управляем наши мысли каждый день. Потому что закон меня будет поймать, мне будут привести к ответственности, привлекать к ответственности, когда я уже что-то делаю. как отличается право, как отличается судебная система Божия от государственной судебной системы. Государственная судебная система имеет право меня привлекать, когда я уже что-то сделал. если я украла кошелок, тогда мне это самое. А Божия судебная система мне не надо кошелок убрать, украсть. Кто-то со мной сегодня. Мне просто надо подумать об этом. Мне не надо машину украсть, угнать. Мне просто надо завидовать. мне не надо подойти к сестре и говорить ты такая. Мне не надо говорить. Мне просто надо подумать об этом и я уже в беззаконе. Поэтому Библия говорит и это есть страх Божий. И это есть страх Божий. Что это страх Божий? Это есть настоящий страх Божий. Когда я через знание Бога ставлю ворота в мое сердце, ставлю ворота в мою голову и я не допускаю то, что будет вести меня в грех. Иисус говорит, неужели вы не знаете, что не то, что входит, а сверняет человека, но то, что выходит. А выходит то, что мы туда положили, но не физическую еду. Выходит те мысли. Как часто люди играют словами я тебя убью, даже мне пришлось моих детей запретить. есть какая-то игра, в которой дети играют, и там что-то ты умер, или я умер. Вы знаете эти игры? Да, ну, что-то такое. И меня, или я убью, я тебя убил, по-моему, я тебя убил, да, ну, что-то такое. да, мне пришлось запретить детей. Дети мне говорят, мама, ты не понимаешь. Конечно, я ничего не понимаю, уже не понимаю ничего. Они говорят, ну, не то имеем в виду. Я говорю, короче, не надо, ищите другие игры. Мне, я тебя убил, я тебя убил, в моем доме. Что это такое? И они дети, они не понимают. Они начинают привыкать к этому выражению. Дьявол насколько хитрый, что он сейчас приносит эти мысли в виде игры. Чтобы мы не обратили внимание на это. И чтобы наши дети уже привыкли в игровой форме, что я тебя убил. А как мы учим детей нормальной школе? Мы же их тоже истину, науку, нормальной теории. Мы тоже их учим тоже в игровой форме. И они потом вырастут, и они примут это за действительность. я чувствую себя конечно несовременной мамой, но я говорю дети не будет, потому что я что-то знаю. В игровой форме ты к этому привык, а потом сколько людей игрались, я тебя убью, сколько людей играет, я разведю с собой, а потом через 10 лет спокойно развелись. даже когда она говорила, что я с тобой разведусь, она не имела это ввиду, она просто манипулировала чуть-чуть, ставить его вместо чуть-чуть, но это кормило душу, кормило душу, я тебя убью, я тебе это самое, я как маме обычно говорю детям, я тебя родила, я тебя убью, я тебе это самое, и считай, что они никакого преступления не совершают, святая мама, страх Божий, не только видимый страх, прежде, если есть страх Божий, это внутренний страх Божий, вы когда-нибудь задумались, что нет времени, когда вы сознательны, что нет такого времени, чтобы вы не думали, когда мы приходим к себе, обязательно что-то в голове крутится, мы думаем точно, как мы дышим, не всегда мы осознаем, что мы дышим, но кто знает, что мы дышим, если остановимся, почувствуем собиение, почувствуем пулсы, ты убедишься еще раз, что ты дышишь, но даже неосознанном состоянии, мы все время дышим, мы все время дышим, мы все время дышим, и точно так же, осознаем, не осознаем, понимаем, знаем, о чем мы думаем, не знаем, о чем мы думаем, постоянно мозг работает. Постоянно он о чем-то думает. И нам надо взять управление в своих руках. Если мы не возьмем управление в своих руках, то будет гулять у нас очень ужасная мысль. Мы себе не поверим. И если Иисус делает что-то для нас, как верующих, это то, что Иисус учит нас думать. Невозможно понять Библию, если ты не будешь думать. Сколько людей говорят, о, и я Библию считаю, я ничего не понимаю, естественно. Еще как. А потом буду говорить, что христианство это для слабых людей. Да, для думающих. Если Иисус что-то делает с нами, если Иисус что-то меняет в нашей жизни, это Он меняет наше мышление. Вы не найдете человека, кто по-настоящему встретится с Иисусом, чьи мышления не изменены. Мы не можем остаться в нынешнем мышлении. Мы не можем остаться в привычном мышлении и познать Спасителя, и познать Христа, и идти Его стопом. Почему Иисус казался сумасшедшим? Почему Его убили? Потому что у Него было другое мышление. Нелегкое мышление. Мышление, которое не изменишься, не поймешь Его. Если есть одно преимущество, что мы являемся с вами верующими, это то, что Он тронул нашу голову. Он щевелил нашу голову. Он превратил нас думающими людьми. Люди, которые анализируют. Говорят, что верующие не образованы. Говорят, что верующие слабые. Это ложь. Настоящая цивилизация и начало нынешней цивилизации пришла от группы верующих людей. Думающие достаточно, чтобы переселились с Англии в Америку. Взяли на себе такой проект. Переплили океан. И создать новую страну. Создать новое государство. И говорят, что верующие слабые люди. Почему в Советском Союзе запретили детей верующих учиться в школе? Потому что они знают, Библия с образованием, все. Это взрыв, это бомба. На всю жизнь. А у нас с вами Библия. У нас с вами образование. Что осталось? Что не хватает? У большинства людей только образование. У них нету изуминка. У них нету мудрости библейские. А у нас есть две. Не скажите мне, что верующие, это тупые люди. Не скажите мне, что верующие, это недалекие люди. Почему евреи прогрессируют? Потому что в их конституции, в их культуре есть Библия. И в основном, это Тора. Пять книг из Библии. И то они могли удивить мир. Что мы с вами сделаем 66 книгами. Не говорите мне, что Иисус не меняет мышление. Он меняет мое мышление. Он меняет ваше мышление. Если мы не будем думать правильно, мы не познаем жизнь. Мы превратимся в толпу. Почему наша церковь в проблеме? Ну, в проблеме или в благословении. Почему у нашего пастора вызов? Потому что он решил думать. Он решил что-то поменять. Он решил образовать народ. Он решил требовать, чтобы мужа любили жен. Недавно пастор говорит, по-моему, на домашней группе в прошлом месяце. Он говорит, когда я начала говорить, что до того, как выйти замуж, у мужа должна быть машина. Хватера должна быть. Что-то еще должно быть. что некоторые люди даже ушли из церкви из-за этого. И пастор говорит, прикни, прикни или как там. Я забочусь о его жене. Я забочусь о его дела. Он еще обижается и уходит из церкви. Что пастор будет ездить в вашей машине. По-моему, это жена и ваш ребенок будет ездить. Скажите, эта пастор будет жить в ваших квартирах. Только не думающие люди уходят. Только не думающие люди обижаются. Все то, что есть в этом мире, начинается с мысля. С мысля. Кто-то подумал об этом. И Бог дает нам, верующим, силу мыслить. Написано, положите основание, намерение, и оно состоится. Положите намерение, и оно состоится. Положите намерение, и оно состоится. Положите правильное намерение, и оно состоится. Положите неправильное намерение, и оно состоится. мы живем, Библия говорит, что весь мир лежит во зле. Но для этого явился Сын Божий, чтобы разрушать дела дьявола. Все вокруг нас в основном, 95% одни негатив. Новости же невозможно посмотреть. Даже если что-то хорошо, и вот так напишут, как плохо. И этим мы питаемся. Этим мы питаемся. Этим мы питаемся. Поэтому мы должны взять Библию, мы должны знать Бога. Плохие новости, бесты продаются, чем хорошие новости. в таком мире мы живем. Поэтому чтобы не думать, чтобы критически не относиться, то есть позитивно критически, чтобы не уметь анализировать это отсутствие страха Божьего. Страх Божий должен толкать нас к тому, чтобы мы сначала изменили. Что такое личностный рост? Это имей страх Божий. Некоторые думают личностный рост это одолжение. Недорогой. Это имей страх Божий. Это отказ от плохих привычек. Это созидание новой привычки. Это стать лучшим человеком. Это страх Божий. Когда мы работаем над собою, это страх Божий. Когда я буду заканчивать, я особо не проповедовал, когда Захей встретился с Иисусом, он говорит, я буду возвращать, у кого я взяла, у кого я обидел, я буду возвращать в четыре раза больше. скажите, это неизмененное мышление? Человек раньше только взял, а сейчас он не говорит, что я буду возвращать то, что я взял. Сколько раз он говорит? если есть страх Божий, наше мышление изменится. для чего Иисус пришел? За грехи наши, забрать мышление греха и дать нам мышление праведности, мышление добра, мышление прощения. А что есть страх Божий? Это доброта, это прощение, это десять заповедей, это возлюбить Бога всем сердцем, это возлюбить ближнего, как самого себе. Церковь, давайте встанем и давайте попросим Бога, чтобы Он научил нас иметь страх Божий, чтобы Он научил нас иметь настоящий страх Божий, чтобы видимые внешние страх Божий имели базу внутренней. Страх Божий это любовь. И Библия говорит, кто отлучит нас от любви Божьей, это то же самое, кто отлучит меня от страха Божьего. Что должно случиться, чтобы я перестала бояться Бога? И чтобы я стала как обыкновенная женщин, чтобы я стала скандалить, чтобы я стала сплетничать, да? Что, кто отлучит нас от страха Божьего? Страх Божий это наш залог, страх Божий это наше преимущество, страх Божий это то, что составляет нас думать. Когда ты понимаешь, что ты не можешь блудить, ты не можешь украсть, ты начнешь думать.